Семейный чат Это ревность со стороны детей Вот так вот, ты обозначил свою позицию Слушайте, ну первое чувство ревности Это чаще всего что-то связано с любовной тематикой Но, как правило, ревность у детей Она бывает настолько существенна В отношениях не просто развития даже ребёнка А вот между собой Я как родитель вот сейчас двух детей Первое, с чем я работаю И работала с самого начала появления второго ребёнка Это вот с этим прекрасным чувством Детская ревность Она бывает в разных проявлениях Чего она проявляется вообще? Давайте разберёмся Почему бы ей не быть, я вот даже думаю Мы спрашиваем, почему она проявляется Почему она не должна проявляться Ну это из разряда, почему дети ноют Потому что они хотят больше внимания к себе Не, на самом деле, детская ревность Правда, это такая нормальная тема Она бывает, она везде есть Многие с ней сталкиваются Но мне кажется, очень понятно Я как будто бы, ну я сама как ребёнок Я думаю, точно испытывала детскую ревность Я до сих пор это делаю Там что-то маме припоминаю Насчёт брата Я точно знаю, что когда я рожала вторую дочь Я вообще думала, как вообще первый будет Как, как Она же была всё время Всё время одна Всё время только ей И тут появится У меня, вот ты говоришь Любовная тематика У меня было так остро, что как будто бы Я изменяюсь своему старшему ребёнку Вот ещё вот это появляется Потому что я очень люблю свою старшую дочь Младшую теперь люблю Но тогда она была у меня одна Ну конечно Я не знала, смогу ли я ещё какое-то существо любить Но вышло, что смогла Ладно, хорошо Молодец, мать Но я правда как будто понимаю, о чём это всё Ну мы решили эту историю следующим образом Мы просто старшего максимально вовлекли И, ну, в процесс там помощи, воспитания Вплоть до того, что даже еду там приготовить Младшим ему прям в кайф И он, ну, ему как бы 15 лет, понимаешь То есть когда было 10, вот это был такой прям Сложный момент В 10? В 12-13 То есть у него там гормональный шторм И тут ещё, короче, какие-то маленькие карапузы Понимаешь И вот это всё, с одной стороны, было Ну, как бы мы с ним много разговаривали Было непонятно немного Такая модель изменения Плюс как бы на тебя внимание меньше тратят Ревность – это всегда история про внимание Про то, сколько ты Про дефицит внимания, я больше могу сказать Да, про дефицит Ревность – интересное чувство В нём так связано Зависть и страх потери То есть я ревную на того, Кого я боюсь потерять И у меня возникает зависть К тому, к этому объекту У ребёнка может возникать зависть К своему младшему брату или сестре, например А что вот у него больше, чем у меня Да, да, да И страх потери родителя Но потеря этой привязанности, этой связи Слушайте, правда И этой теме уделяется очень огромное количество внимания Вот именно детской ревности, особенно при появлении ребёнка Прямо практикуются такие штучки, например Что говорят, когда рождается у вас ребёнок Подготовьте подарок старшему И скажите, что это подарок от малыша Что вот он пришёл Да, я слышала эту историю Что он принёс тебе подарок То есть из разряда того, чтобы ты понимал, что Ну, с добром, с любовью к тебе относятся, да И так далее Я, несмотря на то, что очень ждала свою сестрёнку Меня настраивали Я была безумно налюбленным во всех семьях Как единственная внучка, племянница Я очень ждала свою сестрёнку Она появилась с большой любовью, с открытым сердцем Но, когда впервые в дом принесли игрушку И сказали, что это игрушка твоей сестры, а не твоя Вот тут я пережила кризис вот этого понимания Что оказывается И как, вот я не знаю Но в моём мире всё было мне И я вроде такая, смотрите, какая хорошенькая Смотрите, какая умненькая Я и сестрёнку люблю Но вот эти вот вещички мне уже не очень нравятся Когда, оказывается, тут её территория А тут нельзя, а тут то, то, то И вот ты на себе начинаешь прорабатывать У нас это очень мягко произошло И мне очень понравилась позиция моих родителей Которую я заимствую в свою семью, например А у нас, ну, помимо вот этого Первого адаптационного периода У нас разница, кстати, 7 лет Это там не погодки, когда игрушку там Мне реально были слёзы Из-за надувной какой-то ерунды Ну, вот просто сам факт, что не мне Вот, они выбрали такую модель Что в дальнейшем были дети и родители То есть не было, что она маленькая Её там нельзя Её там то, её там всё То есть как взрослые Они контролировали безопасность ребёнка Но как родители, они понимали Что нужно дать нам понять Что это моя территория и моя сестра Тогда мне будет легче её принимать Защищать, идти навстречу На уступки, нянчиться и прочие вещи Если я буду понимать, что... Не разобобщать вас Да, виноваты обе Нету такого, что ты, пожалуйста Ну-ка, иди, тебе влетит и так далее И когда вот сейчас у меня... У меня разница с детьми 5 лет Мы тоже очень мягко, очень тактично У тебя с детьми? Да, у меня с детьми Ну, я думаю, что уже да У тебя твоё состояние, например Так и есть, не переживай Я согласна Сейчас у меня по расписанию сейчас идут Вот У детей 5 лет разница И я тоже очень трепетно относилась К этому чувству, понимая Насколько она люблена И мне очень нравится фраза Когда старший говорит Мам, ты кого больше любишь? Я всегда говорю Миша, я всегда буду любить тебя дольше Ну, потому что ты у меня первый Потому что, как сказать Жизнь у тебя одна Время у тебя одно Но старшие дети Всегда с тобой будут дольше в жизни Поэтому у вас чуть-чуть больше времени В месте проведённого будет, да? История дольше, правда Да, история дольше, да-да-да-да То есть он меня знает На другом этапе жизни, да? Нежели вот сейчас дети И я очень внимательно относилась К этим моментам И знаете, к чему это пришло? Что сейчас я всегда смеюсь И говорю, у меня ощущение, что у меня двойняшки То есть если мы покупаем Какую-нибудь мелкую ерунду мелкому Чаще всего мы в двойном экземпляре Это покупаем Вообще нерациональные вещи Серьёзно Но я просто чувствую, что это сейчас важно Вот сейчас ему 7 Но это не тот возраст Он как бы взрослый На словах, на деле На каких-то загонах Но ты прекрасно понимаешь Что лучше купи эту пластиковую ерунду И он будет понимать Что вы, правда, два ребёнка Вы на равных позициях Это ещё очень важно Я вот говорю У меня двойняшки Если подарки, то вместе Но Это очень классную историю имеет Я смотрю, как они друг другу Начинают заботиться То есть если я покупаю мелкому Допустим, мороженка Он несёт уже второе Чтобы я и брату купила То есть на примере вот этого Вот этой модели Они начинают понимать Что надо на двоих всегда рассчитывать Даже когда мама об этом не думает Допустим, корзину два Сразу же кладёшь Это интересная деталь Я помню так своих детей И вообще думаю про тех старых детей Которые приходят на самом деле В другую семью С другим составом С другой мамой Уже такой подготовленной И там есть не только два взрослых Ещё один И это так интересно У нас было Соня младшая Она всегда Еве Еве А Ева вообще Она про Соню не думала Она забывала всё время То есть Ева Она всю жизнь была встроена В Сонину систему А Соня в Евину нет Конечно И ей наверняка Правда требовались усилия Чтобы принять Понять Потому что у меня ещё было Очень сложно Первый месяц После рождения Я старшую дочь Почти не видела Очень редко Прям Такой был провал у меня И я очень Прямо сама страдала И грустила Что не получается Но так всё хорошо Но вот интересно Интересно Что у меня Вышло так Что младшая дочь Ревнует больше Интересно То есть старшая такая Сильно уверенная В маминой, видимо, любви А вот младшая Ревнует больше Особенно сейчас Когда была помладше Когда вот это вот Она забирается на бабушку Хотя бабушки Есть другие внуки Она там всех распихивает На бабушку плюхается Там на меня плюхается Типа Если что-то Еве скажу Она Ай-я Ай-я Да ты тоже Это, наверное, потребность Что чуть больше надо Чуть больше надо, да Ей надо чуть больше Она такая более тёплая Чем старшая Вот у меня в обратную сторону Чисто характерно Я вижу, что в обратную Вот старшему Чуть больше надо Не забыли Если рассказываешь Смешную историю про мелкого Надо рассказать Смешную историю про старшего Обязательно То есть, ну, как бы Ай-я О-о-о Класс Интересно Интересно За этим Навледность интересно Да, если ты не упускаешь Это из виду Они маякуют тебе обычно Конечно Даже если ты подзабыл Ты это можешь вырулить В принципе Потому что у тебя есть Такой подсказчик Где я немножечко Ложенул Да, вот такая история Интересная Слушайте, ну, ведь Они ревнуют иногда Не только друг другом Да Ревность может Распределяться И между родителями Да, то есть, как бы Ревновать маму к папе К папу к маме То есть, ну, вот Какие-то такие вещи Нормально, когда Им три с половиной года Три до четырёх лет Абсолютно нормальный Нормальный процесс Я с мамой сплю У нас такая была история Для того, что обнимаешь Жену А тут прибегает человек Который Так, нет Моя мама Моя мама Да-да-да Знаешь, какая ревность Бывает Это нельзя назвать ревностью Наверное Вот мы младшего отправляли У него в один день Было два дня рождения У друзей То есть, мы пошли В магазин выбирать игрушки Я говорю, чувак У тебя, как бы Вообще Супер-мега день Супер-подарки Ты даришь два подарка У тебя два разных приключения Ну, как бы Подарочек И мне надо Понимаешь За такой сложный день Ревность такая Типа А что, вот Им купили подарки А мне тоже надо Я говорю, а что ты сделал? Ты и так получаешь подарок В виде того, что ты идешь На день рождения Тебе будет весело Тебе будут там Аниматоры Вкусная еда Нет, мне тоже надо подарочек Ну, то есть, такая ревность Вот этого Что у кого-то праздник И кому-то подарок Вот материальный Я понимаю, что я там Побегаю Поиграю Повеселюсь Ну, я тоже хочу Ну, блин Проще было купить Честно говоря Там какая-то небольшая Раскраска Есть такое Есть У меня тоже ребенок Очень тяжело выбирает подарки И я долгое время Вот родственникам, например Ну, без него старалась Это делать Потому что ему очень тяжело Ну, в силу возраста Определенного Очень тяжело Выбирать кому-то игрушку И при этом тебе говорят Ну, а тебе нет Ну, как бы Вот эта история любопытна Момент ревности папы и мамы Это возрастное, да, Юль? Да, это возрастное Это такой Так называемый Дипов конфликт Когда каждый из нас Его, по идее, в идеале Должен пройти И что должен делать ребенок? Проиграть папе Тогда папа говорит Это моя мама Нет, это моя жена Она твоя мама Но моя жена Это то, что мы как-то обсуждали Для чего нужны партнеры Друг другу и ребенку Для того, чтобы в том числе Проходить этап сепарации Да, проходить этап сепарации И обязательно Девочка должна проиграть Маме битву за отца А да, мальчик должен проиграть Папе битву за мать Это вот здоровый Да, у нас даже был период Вот такой Я отойду Ну, теперь все, я понял Все понял Папа, окей Ну, я пошел Жить свою жизнь Слушай, лет пять было Мой сын был уверен Что он хочет Меня взять в жены Да, это вот показательно очень Если Ты будешь моей женой Когда я выросла Да-да-да Но я уже жена папы Да-да-да, вот правильно Да Уже все Папа говорит Я себя нашел Ты еще сам Это такой момент Момент фрустрации Очень такой полезной фрустрации Для развития Но просто я знаю, что не каждый родитель готова Ну, некоторые там очень Женятся некоторые, да? Оберегают Нет, они оберегают Ну, конечно, конечно Я думаю, это льстит тебе Тебе же говорят Когда ты сам не взрослый Мамы мальчиков сейчас поймут Это очень Тебе прямо льстит Когда тебе говорят Ты самая красивая Ты самая лучшая Ты самая замечательная Все девчонки дурочки Ты самая-самая Ну, это прям вдохновляет, конечно же Да Но при этом При всем Да, надо сказать Что будет у тебя Как у меня муж говорит У тебя будет Маша Ищи свою Машу Правильно Это просто этап, да? Да, это просто этап Который должен вот таким образом и закончиться Ищи свою Машу Ну, Машу мы пока не нашли В конец Ну, понятно Все впереди Все дурочки, да Ножи стругать интереснее А как нужно вообще работать с этой ревностью С этими отношениями? Стоит ли вообще с ней работать? В какой момент Или какие могут быть метки Когда нужно обращаться к специалистам Разбираться в этой вещи? Когда это не просто из разряда Вот мы такие сейчас В ванильной истории проговорили Как это мило Как это чудесно Как это интересно, да? То есть А есть же которые вещи на самом деле Когда Вот всплывает ситуация Когда там старшие бьют младших Бьют, обижают, издеваются То есть их ревность настолько Вот что когда мама не видит с папой Очень часто происходит в семьях Которые насилие испытывают старшие дети Они не могут ответить маме с папой Все верно Они это У меня с братом разница 4 года 4 То есть я не помню элементов Ревности какой-то Ну я помню, что Меня вот тоже поставили в ситуацию Что ты за него отвечаешь Ты его старший брат Ты, короче, это все Типа ты рули процессом Тебе надо идти там По дороге со школы Забрать его с садика Я забывал его пару раз Специально в садике Вот Ну обычно, когда мы шли вместе То есть я там в третьем классе Он там еще в каком-то там Ну вот это школьный Ясельный или какой-то там Детсадовской группе Я его заставлял свои рюкзаки таскать Там сменку Идет, короче, этот человек Несет мою сменку Шпынял его, конечно же Не без этого Ну это нормально Я не считаю, что Ну это не издевательство какое-то А ты типа Ты как бы сформировал маленькую стаю Ну да Которой ты, короче, за него отвечаешь Если там драка какая-то Но при этом у тебя еще есть и Такая власть 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 такая Ну вот это обратная сторона Ответственности Это власть, правда? Да Родители наделили тебя Этой ответственностью Ну поэтому Ну да, да Вот я тоже сидела с Ну как, присматривала, да За младшей сестрой Чипала ее за нос? Не, я ее не за нос чипала Я ее использовала За волосы дергала? Более рационально Она занималась уборкой В нашей комнате Я ей платила 5 рублей в неделю Она мне спор припоминает Вот бы мне такие условия Я вам скажу больше Чтобы я не напрягалась каждый раз Я зарисовала Как должна выглядеть наша комната И идеальные объекты В каком состоянии Должны находиться И расписывалась Когда она убирается Какое-то время мы протянули Потом Чем взрослее она становилась Тем сложнее было Чем-то замотивировать Шла в ход фантазия У нас были инопланетяне И я слепла Пока она не уберется Чтобы тогда я прозревала Это вот она мне рассказывает Эти истории Я вообще уже ничего не помню Честно Я просто фантазерка была И там вот Там такие драмы Там такие актерские игры Были применены Но чтобы добиваться Поставленных задач Потом постарше Там можно уже было Чипсы прикупить Потому что у тебя есть Карманные деньги А у мелкой нету Карманных денег Тоже можно договориться На момент Чтобы чай приготовить Там еще что-то Там пропылесосить Такие-такие вещи Да, это присутствует Но это, мне кажется, не ревность Это правильно История Ну, вот как раз Такие истории Вы как-то так выстраивали отношения Со своими братьями и сестрами Ну, исходя из своей Ревность была, когда я Исходя из своей очередности рождения Надувного игрушку не могла пережить И, кстати, знаете, моя бабушка На тот момент всегда говорила Балуйте старше Младшая ничего не понимает Это был годовалый возраст Ну да, да, конечно Обращайте внимание на старшеньку Не обижайте ее Еще что-то Потому что очень часто бывает Когда малыш рождается У родителей Я же и по себе это ощущаю У тебя вот это чувство гиперопеки Переживаний, волнений И ты переключаешься То есть, ну, на этот момент И тут очень хочется Не упустить Вот этот вот разрыв с ребенком Который и так переживает Свой кризис, в принципе Да, вот развития определенного Ну, еще и может От каких-то жестов Ну, напрячься Потому что реально Ты принадлежишь мелкому Безусловно Я, кстати, помню тоже В своем таком опыте Вот как делать точно нельзя Мама не слушает мой подкаст Поэтому я могу об этом сказать Можно рассказать Да, рассказать Я помню, это одно из первых впечатлений Моего детства Мне было три с половиной года И я помню, мама приехала Из роддома с младшим братом И я пришла из школы Ну, такая вся в предвкушении И я захожу в комнату Она говорит Юлька, иди отсюда Сопли в садико принесла То есть, во-первых, маму не видела Там пять дней То есть, мне интересно, правда Эта история про другого ребенка И вот таким образом Я помню, мама меня выгоняет Конечно, из заботы О мелком Потому что это эти такие холодные роддома Он и там что-то подхватил еще Я с садика что-то приношу Безусловно, это так Но это оказывает, правда, влияние Ну, и не очень хорошо воздействует На отсутствие ревности Она так или иначе будет Очень сильно И самое, что любопытное Тут нужно, наверное, взвесить Насколько сопли важнее Вот этих вот взаимоотношений Ну, вот детей Потому что, как правило, старшие дети Всегда таскают всю заразу в дом Ну, и кайф, здоровее иммунитет будет Отчасти, да Можно отослать к бабушке И сказать, поживи-ка с бабушкой Пока у вас там вирусы идут Но, с другой стороны Может быть, есть смысл И переживать эти сопли Которые будут увеличены Да, все вместе Но тогда ты не будешь чувствовать Что тебя отшили Отрезали от этой семьи То есть, сложности вместе Радости вместе По статистике До 90% дошкольников Имеют различные проблемы с речью Часто именно трудности в произношении Становятся причиной Плохой успеваемости и самооценки Но стоит ли переживать Если в 5 лет ребенок Не соединяет звуки N и R Нужен ли ему логопед Или он самостоятельно справится с проблемой Получить ответ на эти вопросы И помочь ребенку говорить правильно Можно в онлайн-школе логопедии Новатор Рак Рыба Рыба Рука Рука Рысь Рыба Рыба С Новатор вам не придется Гадать и переживать О том, нормально ли развивается речь ребенка Опытные логопеды Проведут комплексную онлайн-диагностику После которой вы получите Подробный отчет заключения При этом ребенок будет уверен Что с ним просто играют В Новаторе вам не будут Навязывать занятия Если понадобится консультация врача Или с речью все будет в порядке Вы узнаете об этом сразу Если специалист все же выявит проблему То он подробно расскажет Как все исправить И сколько времени для этого понадобится Никаких расплывчатых фраз Об индивидуальности обучения Новатор четко следит за сроками Результат не придется ждать годами Кликайте по ссылке в описании Чтобы пройти бесплатную диагностику А специально для наших слушателей Новатор предлагает скидку в 20% На все абонементы школы По промокоду Не все равно Мне так интересно Я думаю, что Правда, как мама себя чувствует В тот момент, когда она Рождает второго ребенка И как вот это идет Отвлеченность внимания На младшего Я так вспоминаю опять Какую-то свою историю Но я очень ревнивый сама человек Прям ревнивый Я как будто прожила эту ситуацию Когда моя еще маленькая Старшая дочка Ей было там всего 3 года Я помню, она, господи Она вот это бегала Читала книжки, стихи Бегала Я помню, в роддоме вспоминала о ней Вот это Я большая олениха Она на четверг Я думала, что я могу сделать Чтобы она не страдала От появления сестры Я делала Я очень хотела, чтобы это было Ты прям напрягаешься Потому что когда у тебя есть пауза И ты можешь передохнуть Не знаю, включить сериал Тебе нужно позвать старшего Или старшую И в этот момент Порисовать, например, с ними Ну, на его дела переключиться Которые тебе вообще сейчас Не хочется делать Но ты понимаешь, что Ну, грубо говоря, это вот Первый контакт за, не знаю Первые полдня Да, которые вы прошли И на самом деле Им в разном возрасте Нужно разное Но помните, мы писали Про качественное время Время, да Вместе, да Это не обязательно там Чтобы все время Это просто можно быть Включенным на полчаса Перед сном Читать сказку Обсуждать Ну, если ребенок Такого возраста сказок Включенный, ну, полчаса в день Прям очень включенной Матерью побыть Иногда это бывает достаточно Вот я такое практикую Когда мне нужно, не знаю За какой-нибудь доставкой сходить Еще куда-нибудь И я так Пойдем со мной И потом мы зайдем в МАК Так, на 20 минуточек Просто посидеть Поболтать Пообщаться Потому что ты понимаешь Что ты живешь Вот этим аулом Где толпа людей Где постоянно Вроде бы вы все вместе Но нету индивидуального общения Опять же, да Возвращаясь к теме того Что нужно обмениваться эмоциями Друг с другом Между детьми Между всеми Все должны быть на равных Включены Мы, например, играем Часто в настольные игры Какие-то простые Очень куча их Миллион разных И тех, которых может И пяти-семилетний участвовать И пятнадцатилетний Будет интересно И развивающее Что-нибудь Ну их миллион Не скажу, что прям Каждый день Да, но периодически Мы рубим Периодически заставляем Детей сами Поиграть друг с другом На самом деле Очень Всю эту ревность Это же хорошая Здоровая история Что у вас Есть чувства Есть эмоции Если всем все пофиг Если безразлично Ну равнодушно То это гораздо хуже А когда есть ревность Ну клево Ну что Поработайте с ней Поймите, что это Живая история Ваших эмоциональных Каких-то вещей И вообще отношения Сиблингов Да, как называют Родных братьев и сестер Это Ну это первый такой Институт вообще Взаимоотношений Безусловно Да, это способность Быть в сотрудничестве Проживать конкуренцию Это очень важные вещи Историю про власть Да, мы сегодня говорили Как всплывает тема Власти в этих отношениях Ой, они правда Могут быть живыми Непростыми Но живыми Благодаря родителям Ну вот у меня, например Старший хочет поехать Вожатым в один из лагерей В который он ездит Уже там с 10 лет И я ему тоже Доносил такую мысль Ну, ты хочешь работать С детьми Попробуй вначале На братья Потренируйся на кроликах Что называется Донеси какую-то простую мысль Чему-то научи Покажи Попробуй Вот поработай с человеком Который сейчас может пойти Сказать Да не хочу Мне неинтересно У тебя можно Как бы эту всю историю Там показать Как правильно Разложить ему вещи Или какую-то Выработать методологию Как правильно Готовиться к урокам Вот не хочет он После школы Делать уроки В первом классе Понимаешь Ну, я просто сидел Работал Младший ко мне пришел А я вот очень Мне понравился стендап Алексея Щербакова Который сказал Отойди от меня Домашнее задание Оно для тебя Не для меня Я тебя в школу отдал Чтоб тебя учили там Отвали Все, отходи Ну, я как бы не так сказал Я занят Я не могу сейчас Я работаю Богдан, подскажи И он там, короче Объясняет ему Какую-то простую штуку А я со стороны смотрю И в нем закипает Ну, я же тебе объясняю Типа Я говорю О, друг мой Ты поймешь Что такое воспитание Когда у тебя появятся Собственные дети Вот И я тебе вспоминаю Просто истории Как я тебе пытался Про уроки рассказать Говорю Вот, смотри Тестируй Понимай теперь Каково это было И вот, ну, работает Не скажу, что прям идеально И прям каждый раз Все прям так Но это тот этап Который Ты, во-первых Со стороны Даешь старшему Возможность Отработать Какие-то навыки Общения И дальнейшей Семейной жизни И воспитания В том числе Потом детей своих Поэтому ревность Это клево Слушайте, как интересно Вот мы как раз На наших примерах Видим, сколько много Деталей и воспоминаний У нас Из детских историй И своих И уже на опыте С детьми Да, вот как они В детстве устроены И как мы видим Проблемы переключаются На другой уровень Когда становишься подростком Вот любопытный факт Что как раз таки Ревность у нас Формируется От года до трех лет То есть это вот Тогда мы знакомимся С этим чувством Тогда оно отлаживается Вот в таком формате Именно, да Вот И я понимаю, например Так это или нет Но работать с ревностью Крайне легко Если в период Вот этот маленький Ребенок получил все Внимание Заботу Любовь Родителей Может быть уже Есть братья Нету братьев Но он прям насытился И когда, допустим, он Возрослеет И где-то ему еще Приходится пересекаться Может меняется партнер У родителя, да Может быть появляются Еще кто-то Младшие братья и сестры Работать с данным ребенком Вот когда он такой Напитанный Намного легче Потому что Что бы я ни приводила В пример Но я понимаю, что У меня есть коннект Между детьми То есть Есть моменты Но при этом При всем Все очень легко Объясняется Прорабатывается Иногда даже бывает Он обидится на что-то Что вот он меня там Плохо сделал А вы его защищаете Я говорю, ну посмотри Он так тебе сделал Он так тебе старался Ты начинаешь давить И он такой Ну да, я его люблю Ну то есть Легче Легче эти моменты То есть Быть может правда Это вот такое Очень раннее формирование Когда у нас идет Закладка всего Не зря же говорят Что вот этот период Мы его проходили Младенческий период Как он влияет На все последующее То есть Год он никого еще не ревнует Но это уже говорит о том Как он его проживает Что будет с ним дальше Ну да И как бы я Психологи рекомендуют И есть такая Ну она правда-оправданная теория Что Ну лучше бы Не делать разницу Между детьми Меньше чем 3 года Рождения второго ребенка Чтобы вот как раз Напекать Как раз таки Да Этот первенец должен наесться И у меня такое ощущение Что может быть Я сейчас такая Сейчас просто Сейчас лавры себе повешу Материнские Ну что Со старшей Такой историей случилось Что она успела Я правда Я бы Я не работала Она не ходила в сад Я была прям такая Мама-мама Ей 3 года Прям полностью посвящена ей Да Поэтому она получилась Да Она очень спокойна Она знает Она вообще всегда Она такая Никогда не было даже тени Сомнений Что ее родители любят Она такая вот ходит Знаешь Львица Королева по дому Вообще уверенная в себе И в любви Там Окружающего мира Вот Поэтому да Лучше бы Лучше бы Чтобы ребеночек доел Ну слушайте И не просто же так После 3 лет Заканчивается официальный декрет После 3 лет Уже полного группы Дня существуют в садике То есть это тот возраст Когда им что-то еще Становится интересно Это значит Что психология Психология это наука А не шарлатан Люди же какие-то исследования проводили Почему это стало применяться Конечно Люди же изучали детей Возрастную психологию Слушайте В финале хотелось бы Знаете Все-таки акцентировать внимание И узнать Есть такое или нет Что действительно рекомендовано Или какие могут быть позывы Когда мы вынуждены Или должны контролировать ситуацию Ревности Вообще в отношениях Без разницы на каком уровне И обращаться к специалистам Когда уже прям Не просто звоночки А там прям уже фанфары Срочно Внимание Я хочу, чтобы это был Живой разговор Что с психикой? Что может происходить? В каком случае Вот ты бы, например У тебя уже двое детей Ты бы пошла к специалисту Как тебе кажется? Что для тебя было бы звоночком? Это же индивидуальная история Например, у меня есть клиенты Которых Там звенит депрессия И я вижу Но они не хотят От этих специалистов То есть понимаешь Тут вопрос индивидуальный Что для кого будет Не норма Я пытаюсь ответить На твой вопрос И мне кажется Вероятно Я бы При появлении Дополнительных чувств То есть когда Не просто ты видишь ревность А когда ревность С агрессией Ревность Ну Вот такой Депрессии Ну депрессию опять же Я не поставлю сама ребенку Но если я вижу Вот он как-то отстраняется Да Раздражительность Замыкается Дети Они Ну в своем состоянии Правда Рассказывают Что с ними происходит Они начинают плохо спать Плохо есть У них там какая-то Неуспеваемость в школе Если это школьники Они начинают Ну больше капризничать Правда Они не могут сказать Что происходит с ними Но вот перемена состояния Может стать Такой основой Для того Чтобы обратиться Обратить внимание Хотя бы на то Что происходит То есть если у него Постоянная тревога Он же не знает Как Он будет говорить У меня живот болит Да-да-да То есть не то Что у него действительно Болит живот Он каким-то образом Пытается привлечь внимание Он хочет этого внимания Кстати И он начинает Манипулировать Этими вещами То есть максимально Мама подойди ко мне Мама мне плохо Он не может Денис Манипулировать Он на самом деле Чувствует что ему плохо Потому что он чувствует Вот этот вот Этот разрыв И на самом деле История психосоматических Заболеваний Они тоже здесь Могут стартовать Куда он начинает Болеть Конечно Когда он начинает Болеть Хандрить Он уже на физическом уровне Внимание Да С мамой Потому что в садик Не надо Я болен На самом деле Там и температура Может быть И какие-то другие заболевания Да Давайте я буду пить таблетки Я на все согласен Мне очень понравилась фраза Кто-то из таких Публичных личностей Сказал Всегда запомните Что когда ваш ребенок Противен Невозможен И ужасно себя ведет Это то состояние Когда вы жизненно необходимы Когда он очень нуждается Хотя вот в этом состоянии Тяжело подойти Когда Слушай, мамочка, мне плохо Ты понимаешь Что на этой фразе Ты там летишь И когда там тебе Что-нибудь в ответ летит Вообще не хочется подходить Но нужно понимать Что это тот самый момент Потому что Мне вообще нравятся Шумные дети Очень нравятся Потому что Они меня не пугают Потому что ты сама В ладу Со своим шумом Понимаешь Поэтому тебя не пугают Я вот даже Из соображения безопасности То есть когда они шумят Когда они кричат Когда они там Возмущаются Ругаются У меня спокойствие Потому что идет динамика Ты даже видишь Как она развивается Примерно понятно О чем идет сейчас речь К чему там дальше приходят Там хохочут Бесятся Это все окей Как только начинается Вот это затишье Например, кажется Как замечательный ребеночек Лежит у тебя в кровати Листает книжку Меня это очень сильно пугает Ну не может С 7 лет тебе интересовать Книжка Ну моего ребенка Настолько Что ты просто Вместо того Чтобы носиться Беситься Сейчас То есть я прямо Начинаю волноваться И ты идешь Разговаривать И тебе все хорошо И ты еще больше Начинаешь понимать Что нифига не хорошо Ну вот просто Ты говоришь про себя Да То есть И это те моменты Но чаще всего Ты начинаешь разбираться Либо Что-то очень расстроило Обидело Это правда Как обычно выясняется Может он что-то Вспомнил со школы Плохое И вот уже перед сном У него стало грустно Вот надо это обсудить Либо он обиделся Допустим на кого-то Из семьи Но при этом Долго молчит И ты вот пока Там расколупаешь Вот это Чтобы заснуть В нормальном состоянии Поэтому Какая ты тревожная мама Я? Я да Нет просто понимаешь Я просто знаю Я такая типа обиделась Ну что обиделась Ну окей Ну как Приходи Я просто знаю Твое привычное состояние Вот от и до Вот со всех сторон Знаю ребенка Который у меня не ходил В садик Который как бы Везде со мной И поэтому когда я вижу Что что-то не так Как бы внешне прекрасно Это выглядит Но ты знаешь Что ты не должен Сейчас таким быть Ты начинаешь Вот я говорю Когда там просто Вверх дном Когда они друг по другу ездят У меня вообще спокойствие И мне даже этот фон Утап Ты знаешь Что все счастливы Все довольны Классно Что ты можешь это выдерживать Это очень круто Юль Мы с тобой уже получается Почти второй Нет Мы второй год пишем Подкаст семейный чат Я далеко Убеждена И полностью Насколько мы все Не до здорового отношения Поэтому Но если мы пытаемся Это о чем-то говорит Да Как ты любишь говорить Я люблю говорить Что если мама задает себе вопрос Хорошая ли она мать Значит она хорошая мать Я обожаю эту фону Да Если я офигенный отец Вообще Все хорошо Значит наверное Не все так хорошо Ну да Это же Еще как сказали Я знаю Что я ничего не знаю Умные люди Никогда не признаются Что они умные Я знаю только лишь то Что я ничего не знаю Это какой-то философ Сократ Сократ Смотри Ты сказала фразу Я сказала Что это какой-то философ Денис сказал Что это Сократ У нас все Максимальное единение У нас Идеальное отношение Синергия Ребята Идеальное отношение Семейного чата Просто это Прекрасно И тебя вылечим На этом все Это был семейный чат Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok